День 3 Тема третьего дня – «Мы – письмо Христа». На утреннем служении пастор Василий говорил о том, что наша жизнь отражает отношения с Иисусом. На примере разных писем мы увидели, что достаточно посмотреть на Него, чтобы понять содержание. Так и наша жизнь всегда отражает то, что происходит внутри каждого сердца. Друзья, мы в Крымом Эфире – эпицентре особого мероприятия. Выходите к нам из виртуальности в реальность и спешите к нам. У нас тут так сильно. Особое мероприятие – действительно особое время. Каждый день мы познаем тему дня на практике. Сегодня цель особого мероприятия – показать то, что для Бога нет ничего невозможного. И ему под силу изменить судьбу любого человека. В младшей группе ребята ходили вместе с Нехачухой к разным людям, у которых были проблемы. Они поняли, что мы – письмо Христово, в том, как мы переживаем каждый день, что верующий человек может помочь, ободрить Божьим Словом, помолиться и быть светом для людей этого мира. Егор, знаешь что? Я поняла, что евангелизировать сложнее, чем блог вести. Что-то я часто стесняюсь. Слушай, тебе нужны лайфхаки. Ой, что я говорю? Да нет, Егор, нам нужен совет пастора. Как детям научиться проповедовать своим друзьям и окружению? Ну, знаете, это самое главное, наверное, это когда тебе есть огонь от Господа, да, и есть сегодня желание, жажда сегодня, знаешь, донести сегодня истину, да, с теми, кто тебя окружает. И, конечно, нужно не бояться, нужно не стесняться, потому что реакция бывает разная. По-разному реагируют дети там, да, вообще люди реагируют по-разному, да, могут сказать, там, сектант, еще что-то. Ну, нас не должно это сегодня как-то особо тревожить, потому что мы знаем сегодня истину, мы знаем сегодня нашего любящего Отца, который пришел в этот мир, чтобы спасти каждого. И поэтому просто надо с дерзновением идти, нести Слово и проповедовать Евангелие. Вечером пастор Игорь говорил о том, что мы должны быть письмом Христа при любых обстоятельствах. Как Даниил, который остался верным Богу, несмотря на запретный укаст царя. Господь спас его от львов, и царь признал Бога и наказал обидчиков. Тем временем наши друзья из главной сценки конференции рассказывали, как они участвовали в евангелизации. Завершил служение сильной молитвой, покаянием, а затем горячим прославлением Бога. Какой насыщенный день! Да, я уже жду, не дождусь завтрашнего. А давай сделаем пару фоток в сториз, покажем людям, как это классно жить за Иисусом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok